И как бы, видела ее кожу, в каком она состоянии, и вот я встречаю эту соседку через 3 месяца и понимаю, что человек лет на 5-7 помолодел 100%. Естественно, у меня возникает вопрос, что человек сделал, да, то есть я понимаю, что там финансово не настолько есть возможности делать пластические операции или там контурную пластику, поэтому этот вопрос возник, соответственно. Вот, и оказалось, что это вот человек пользуется ЭРСАП, а конкретно пользуется жемчужной маской и кремом зверобой. И поэтому вот именно с этого я и начну, для того, чтобы представить вам не только, чтобы вы могли выводить пятна, да, и убирать дома, но и ухаживали за собой, были молоды, прекрасны и любили себя. Значит, жемчужная маска, код ее можете записать, если кто не знает, 288. У нас, к сожалению, сегодня, вот сейчас только золотую маску могу показать, но принцип действия один и тот же, разницу сейчас расскажу. Значит, жемчужная маска состоит из растительного комплекса, состоит из жемчужной пыли, которую добывают из устриц. То есть вот их собирают, их из ее панцира измельчают в пыль, из этого делают вот такой вот порошок жемчужный, вот, плюс добавляется экстракт пиона, и таким образом вот получается наша жемчужная маска. Что же она делает? Она, в первую очередь, снимает ороговевший слой клетки, ороговевшие, да, то есть те, которые старый эпидермис наш, то есть наносит она как маска альгинатная, то есть она потом через 15 минут снимается, ну, кто пользуется, знает. Вот, и таким образом она еще отбеливает, допустим, вот, если сравнить жемчужную маску с золотой, то жемчужная за счет вот этого жемчуга, вот этой пыли, она еще оказывает отбеливающий эффект, такой эффект сияния наступает. Вот, она оказывает, ну, детоксикация идет, то есть убирается, естественно, какие-то загрязнения, да, то есть и за счет того, что снимается ороговевший слой, идет выработка собственного нового коллагена, что очень важно, потому что укрепляется каркас кожи, и, то есть кожа выглядит моложе. Затем, моя соседка, и она здесь присутствует, это Лиля наша, поаплодируем ей, вот, она использовала крем зверобой, 270, по-моему, да, кот, вот он, 270. Сейчас в подарках. Да, сейчас он, кстати, в подарках. Что он делает? То есть он, во-первых, имеет очень такую легкую структуру, что очень здорово, потому что не каждый крем подходит к любому типу кожи. Вот именно этот крем, он подходит и для жирной кожи, и для сухой кожи, и для нормальной, и для комбинированной кожи. Он очень быстро впитывается, то есть он не оставляет жирных следов, но при этом он увлажняет очень хорошо. При этом он также отбеливает, и, кстати, даже лучше, ну, на моем опыте уже, чем отбеливающий крем, который есть в компании Ирсак. То есть тот тоже работает, но он более длительный нужен в период для того, чтобы увидеть результат. То есть на зверобой идет отбеливание быстрее. Вот, то есть выравнивает тон кожи, можно так сказать. Плюс, а что там в составе? Витамин Е, провитамин В5, зверобой, соответственно, который снимает тоже и воспалительный процесс, поэтому даже у тех, у кого акне, он тоже подходит. Мало того, на своем опыте уже, скажу, что еще и я во время когда-то оставила себе пиявки, потому что у меня густая кровь была, и у меня остались шрамы после пиявок. И я, причем это было в области живота, то есть это было не очень красиво, я даже пробовала специальные медицинские препараты для удаления шрамов, они мне не помогали. Ну, ну как, может быть, что-то там слегка, но после того, как я прочла, что можно даже пост-такные пятна удалить на лице, да, за счет зверобой, я попробовала помазать и вот эти шрамы. И действительно, они очень быстро посветлили, то есть практически вообще сейчас ничего не осталось. То есть очень здорово работают. Вот, и скажу, что почему, собственно говоря, вот на Лиле получился такой результат. Это очень важно, я вот, то, что сейчас я скажу. Потому что Лиля, сама не зная того, но она, скажем так, поступила по самому важному и первому правилу косметологии. Правило таково, что ни один препарат, ни один крем, ни одна сыворотка не будет проникать в кожу, если мы не используем никаких кислот, не снимаем, то есть мы не снимаем ороговевший слой. А в данном случае Лиля что сделала? За счет маски она сняла этот ороговевший слой. То есть это как черепичная крыша, да, друг на друге. Черепичка лежит, и что бы вы ни делали, туда ничего не проникает. Поэтому вы не можете, ну, использовать один крем, даже если вы его купите там в прокарде, в бонжуре, любой профессиональный, без того, чтобы не снять ороговевший слой. Он туда просто не попадет. То есть вы должны это четко понимать. Поэтому вот эти маски наши, это первое, что у вас должно быть, одна или другая, и дальше вот средство уже крема, крема, о которых мы дальше будем говорить. То есть вот Лиля, просто вот так у нее случилось, что она это правильно сделала, и вот поэтому она получила такой результат. Дальше, а, и кстати, что хочу сказать, работая на профессиональных средствах, естественно, что они стоят дорого, достаточно дорого, да, то есть я работаю там на косметике Академии там, и так далее, это французская косметика. И, конечно, минимально, как бы, ну, крем стоит, ну, до 2000 гривен. И, соответственно, мне нужно было, как косметологу, найти какой-то, ну, не каждый человек, не каждый клиент может себе это позволить. Мне нужно было найти, скажем так, нишу, то есть косметику, которая бы работала, да, и которая бы стоила, ну, на порядок хотя бы дешевле для того, чтобы я могла назначать всем людям, да, не только тем, у которых есть финансовая возможность, но и любому обычному человеку. Поэтому для меня это было интересно в тот момент, то есть когда я делала этот результат, я стала вникать, я стала спрашивать, мы познакомились с Людмилой, вот, и, ну, я, как бы, такой человек, который пока на себе опыты не проведет, то есть я никогда в жизни никому ничего не назначу, потому что, да, я увидела на Лиле хорошо, затем я купила себе, затем я купила своей маме, подружкам, и, ну, вот так вот, скажем так, на сегодняшний день, то есть у меня практически, ну, может быть, 50 лет, 70 процентов клиентов, они используют эти средства РСА, то есть я очень довольна, я вижу этот результат, то есть не только на себе, да, еще раз повторюсь, но и на массе людей, поэтому я со спокойной душой, да, могу эти средства рекомендовать, и о них рассказываю. Дальше вот то, что еще вот такой вот прорыв для меня был, вот, просто вау, это био-шампун, то есть все, наверное, видели, слышали, да, то есть он есть 300 мл в упаковке, есть с дозатором, да, что о нем хочу сказать, опять же, допустим, говоря о своем опыте, у меня был, ну, такой момент, когда мне очень в парикмайерской перри полили волосы в салоне, у меня вообще были вот такие волосы, и они у меня просто кусок их отпал, то есть отпал вот так, если тут они были, сзади их не было. Естественно, что, ну, как бы, я понимала, что для меня это ужас, то есть нужно что-то с этим делать, то есть, естественно, мне пришлось подстричься под коры, но все равно даже подстричься, я подстриглась, но вот эти концы, это было ужасное что-то. Я, опять же скажу, что я очень долгие годы искала, то есть сначала это были там различные краски, наполнители всякие там, кератинирование и так далее, и я не могла все равно найти шампунь, вот, который бы мне подходил. Кстати, все шампуни, которые я пробовала от сетевого маркетинга, да, они вроде бы как бы были неплохие, они даже где-то, может быть, переставали выпадать волосы, но они зажирняли кожу головы очень сильно, то есть именно и всегда везде писалось и говорилось о том, что нельзя использовать постоянно бессульфатные шампуни, потому что волосы не будут промываться. В нашем случае, в данном случае, биошампунь промывает волосы, они реально блестят, они реально, волосы обволакиваются, то есть они приобретают объем, они, и самое важное, да, они перестают выпадать. Хочу добавить для тех все-таки людей, у которых очень выпадают волосы, потому что, ну, можно еще чем-то помочь, да, вот подскажу такой рецепт, можно купить обычно в аптеке витамины группы В12, вампулах и В6, смешать, набрать в один шприц и после того, как вы помыли биошампунем, ну, там, бальзамом, соответственно, после этого подсушили чуть-чуть волосы, на пробор разделили и прямо вот так со шприца с иглой, почему с иглой, потому что дозировок, ну, вы будете дозировать иногда, выдавливаете по проборам и втираете, опять следующий пробор, втираете, и так вот по всей голове можно делать, то есть вы таким образом быстрее просто остановите выпадение, вот это аллопеция называется, выпадение волос, вот, но, опять же, что хотелось добавить по поводу бежампуня, на сегодняшний день я, опять же, купила маме, подружкам, все клиенты у меня этим пользуются, и я вижу на них эти результаты, то есть блеск у меня появился буквально с первого мытья, ну, второго так 100%, а пьем волос появился, может, через 2-3 недели после мытья головы, и где-то через 3-4 недели я поняла, что у меня волосы перестали вообще выпадать, потому что я их мою, они у меня в ванной, у меня их не наблюдается, я их не вынимаю, просто вот те люди, кто блондинки, кто красится, понимают, о чем я говорю, потому что это постоянная ломка волосы, и выпадение даже не то, что от корня, а именно, они просто обламываются, вот, поэтому очень рекомендую это средство, дальше, о чем бы хотелось сказать еще, что меня тоже удивило, я получила в подарок сиси крем, причем сиси крем темный, не светлый, естественно, если бы я, ну, выбирала подарки, да, ну, в смысле, выбирала, ну, заказ делала, я бы никогда в жизни себе бы его не заказала, потому что я бы заказала, наверное, бибий крем, скорее, чем сиси крем, тем более еще и темный, с учетом того, что, в принципе, я светлый человек, ну, так как он пришел, у меня уже выхода не было, мне пришлось его попробовать, и что хочу сказать, опять же, таким, я в полном восторге, сейчас я им намазана, то есть я его использую в качестве тональной основы, то есть тонирует кожу очень круто, но при этом увлажняет, то есть вы даже можете не использовать никакой другой крем, а вы только намазываетесь этим сиси кремом, и у вас уже увлажненная кожа, плюс в этом сиси креме есть SPF фактор, то есть это защита от солнца, что тоже хорошо, потому что вся пигментация после сорока, это просто сейчас выходишь на солнце даже зимой, все равно солнце такое активное, что мы покрываемся, к сожалению, пигментом, то есть там есть SPF 15, для города это вполне достаточно, для моря, может быть, можно больше что-то использовать, SPF защиту какую-то, но здесь для города достаточно, плюс, на мое удивление, совершенно он не был темным, то есть когда ты его выдавливаешь, он кажется, что он темный-темный, затем ты его наносишь, он настолько распределяется и подстраивается под твою кожу, что он просто становится цветом твоего лица, и все, то есть вот вы сейчас на мне это видите. В сравнении хочу сказать, что я до этого пользовалась средством, опять же, Академии, и считала, ну, тональная основа, и считала, что, и так же, как и, наверное, 70% косметологов, которые пользуются этим средством, уверены, что лучше не существует, чем Академии, потому что нет, ну, как сказать, нет вот этой вот пленки, да, то есть когда ты тональную основу нанес, и это попало в поры, это подчеркнуло там морщины, и кажется, что вот все, капец, то есть видно ты на солнце весь, что ты намазан. То есть вот именно Академии этого эффекта не дают, точно так же не дает средство Versa CC-крем. Не знаю, Биби не пробовала, еще не дошла, но CC-крем этого эффекта не дает намазанности, поэтому очень тоже рекомендую. Дальше, что меня еще очень удивит, я, да. Можно я всегда хочу спросить, чем отличается CC от Биби-крема, расскажите, для многих это я тоже не знаю. Вы знаете, дело в том, что в разных косметиках, по-разному, в принципе, и я, как бы, насколько знаю, то CC не должен давать такого тонирующего эффекта, это больше должно быть увлажнение, а Биби должен больше давать тонирование. Но в данном случае, я же говорю, почему меня удивило, что я точно так же получила тонирующий эффект. Поэтому я даже не могу сейчас, я читаю описание одного и второго, я разницы как бы не вижу. Но об использовании Биби я еще не пробовала, не могу сказать. Что касается, да, что меня еще удивило и порадовало, ну, на самом деле, говорить откровенно, все радует. Ну, все, что стоит, все, что есть, радует. Ну, может быть, мне проще даже назвать там пару каких-то вещей, которые просто не подошли лично мне, да, по каким-то там, ну, моментам. Ну, точнее, не то, что даже не подошли, а что-то есть, что мне больше подходит. Все остальное, это все работающие вещи. То есть, даже то, о чем я не расскажу, это все работает, на самом деле. Ну, вот, сделаю акцент. Это ежедневный крем, ой, лосьон для ежедневного ухода. Он тоже был как-то недавно в подарках. Если можно, подскажите код. Найдите, пожалуйста, потому что, да, чтобы записали. Такой, с оранжевеньким таким рисунком. Лосьон для ежедневного ухода. Значит, что он, вот, что я заметила. Ну, так получилось, так как у меня куча, уже ж я там набрала, естественно, и там, и кремы из Годжи, и так далее, и так далее, для лица. То, а мне нужно было что-то для тела. Ну, я решила попробовать этот крем, лосьон для ежедневного ухода. Попробовать для тела, а именно, вот, для рук. Девочки, ну, реально, я просто обалдела, вот, честно. Потому что, во-первых, ну, то, что это увлажнение, то есть, это разглаживание морщин на руках. Я работаю, как косметолог, каждый день, целыми днями в перчатках, и у меня просто перчатки с тальком. Соответственно, у меня руки полностью пересушены. Ну, после каждого клиента я мою руки. Соответственно, у меня постоянно тоже, ну, это с руками, это было, я вот так вот, я их просто как коряги у меня какие-то уже, я ходила. Ну, я еще купила пенку для рук, то есть, у меня и в кабине.